начало работ на пустом только что купленном земельном участке на котором ничего нет господа приветствую с вами как всегда максим и сегодня мы поговорим на тему о том как организовать работы на участке которые вы только что приобрели повторюсь это мне пишут часто в комментариях или люди которые собираются из других регионов не могут нанять компанию хотят своими силами начать строительство и сегодня я вам в ролике расскажу все регламенты которые есть в нашей компании и как как мы начинаем и организовываем работу на пустом земельном участке когда абсолютно ничего нет сегодня по пунктам разберу пиши комментарии не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал итак первое это вызов геодезиста почему так ну в нашей стране люди частенько любят прихватить то что им не принадлежит по праву это что потом сложно доказать или вернуть назад поэтому господа стоимость в 3500 рублей абсолютно несравнима с украденными там 70 80 сантиметров от вашего драгоценного возможного участка даже когда люди я сейчас потом расскажу случай из своей практике даже когда люди делают капитальные заборы они могут случайно или не случайно прихватить вашу часть территории и потом вам придется возможно в судебном порядке решать а если вы не дай бог сложно бы поставить а сосед вам предъявит поэтому господа это необходимое обязательное сто процентов условия в 50 процентов наших случаев я говорю точно в нашей компании люди часто передвигают колы я даже в свою молодость когда сам работал лично для одного клиента но я еще работал рабочим получаю мы получали участка делал разметку и он сразу в чистом поле раздвигал коле на полметрах соседям знаете как это нелепо выглядит потом люди делают забор или начинаются ссоры поэтому господа вы вызываете геодезиста соседи можете не оповещать если у них уже есть забор то хотите оповещать и хотите нет некоторые представляете я знаю людей которые устраивают скандалы говорят что геодезист поддельный там ну что он левый что это ваш друг что специально он так говорит наговаривает поэтому на усмотрение ваше я думаю что лучше вызвать без соседа а если там будут какие-то моменты позвонить соседу снять на видео и сбросить ему это видео чтобы ну хотя бы не впутывать в это дело геодезиста это господа еще второй момент колья все скажут я сейчас говорю обычные там бытовые вещи там небо голубое вода мокра нет это не так вы должны взять на вызов геодезиста коле высотой 1200 миллиметров метр двадцать двенадцать четырнадцать арматура возьмите там 5 10 колов сколько у вас участок углов я не знаю берете и когда геодезист приезжает на место показывает вам тахеометром точку куда ставить вы ставите в этот кол на метр двадцать и забиваете его полностью оставляя сверху небольшую шляпку там 3 может быть пять сантиметров полностью для того чтобы его в дальнейшем невозможно будет вытащить понимать если вы в хорошую глину забиваете такой кол выдернуть его только можно потом какими-то специальными средствами типа крана манипулятора или выкапывать его поэтому никто так делать не будет скорее всего присыпят а наверх этого кола вставьте обычный деревянный если ваш сосед видя что вы сдвинули участок туда куда ему не понравился он может возникать переставить деревянный кол просто не обратив внимание на забитую в землю арматуру поэтому это очень грамотный совет запишите себе это вам поможет в дальнейшем так случай забыл рассказать ну там несколько лет назад мы строили дом на 41 микрорайоне достаточно дорогой район после того как дом был завершён дом не продавался под завис я решил сделать на нем забор и представляете мы сделали целую сторону боковая уже бы одна была заднюю сторону мы начали ставить профлистом я померил и получилось что там 28 метров ну ну мой товарищ работает геодезистом он сидит в автокаде карты подгружаются я ему позвонил спросил сколько задняя сторона он говорит задняя сторона 30 метров мы померили пришлось мерить несколько соседних участков чтобы выявить соседа который и там получилось с двух участков один человек сдвинул на метр может быть это родственники были 2 сдвинул на метр и поэтому у нас страна получилась с одной стороны ровно пришла с другой стороны на два метра у нас стал ну на конус участок я молча подвинул им обоим вот эти колья и мы не стали вызывать соседей устраивать скандал разборки не нужно нам это мы просто сделали забор по своим участкам благо эти ребята не заметили коли у них стояли обычные деревянные никто не хватился на глаз и никто ничего сказала про это прошло без скандала поэтому вам рекомендую делать так как я вам говорю это господа второе действие которое вы должны сделать это подготовить участок к строительству мы подготавливаем участок выказкой этого участка и уборки травы часто мне тут пишут что нужно снять дерн верхний слой сместить чернозем назад это дну в особых случаях например при устройство плиты каких-то кривых торфяных косых болотистых участках так возможно надо будет делать если мы разматриваем участок в центральном черноземе обычные не до заволоченной местности просто стандартный ну как в белгороде например вы должны просто выкосить траву почему мы не снимаем верхний слой смотрите верхний слой требуется снимать если у вас будет дальнейшим котлован у вас очень сложная разметка такой очень жесткой конфигурации дома нельзя его размерить ровно по ну по траве по остатку там два сантиметра травы остается обычно и ли при изготовлении фундамента у шп потому что ну не надо нужно действительно срезать все это ну вы же не будете стричь щебень на траву поэтому если у вас обычный ленточный или ростверк или еще какие-то типа фундаментов этого делать не нужно я расскажу почему не из экономии потому что вы оставите проезд к своему участку или дому застройки ну в непростую погоду когда будет дождь по снятому грунту дерну будут застревать машины в итоге они разобьют вам участок у вас будут везде колеи если трава у вас шанс проехать после ливня ну в два или в три раза выше на своей легковом джипе вы всегда сможете почти проехать по траве но на дерни после там ливня который лил целый день в этом обязательно застрянет поэтому так не делаем снимаем дерн только если у вас утепленная плита вагончик нужен или нет вагон при начале строительства на пустом земляном участке господа мы часто если хорошая погода организовывать свои работы так чтобы не заниматься дополнительными лишними грузоперевозками это я вам точно говорю наши бригады мобильные часто ездят на универсалах привозят и увозят вещи инструмент собой ну смотрите мы же в небольшом регионе белгород воронеж курс тут всегда нужно добраться до работы за 10 минут конечно если у вас вы живете в москве и вам ехать куда-то в поселок полтора часа не охота тащить с собой все эти вещи поэтому лучше оградиться и поставить вагончик но смотрите есть один момент вагонщики бытовки стоят от 100 тысяч рублей даже был и еще момент такой если у вас такой криминальный регион это привлечет лишнее внимание скорее всего у вас будут пытаться вскрыть ночью выбить стекла сломать или срезать петли и украсть весь инструмент которые каменщики там или кто там у вас работает будут оставлять на рабочем месте особенно вот бригады плотников имеют часто очень много инструмента прямо жалко их бывает если грабят поэтому будьте аккуратны какие я могу вам дать рекомендации самая простая это взять купить например пол куба доски стропильной пол куба пятерочки шелевочки доски сбить бытовку два на три метра без пола просто бытовку ну там отодвинуть куда-нибудь застройки сделать навесную деревянную дешманскую дверь ну самому сбить вот из досок вот так повесить туда замок вы сможете там переодеться спрятаться в дождь сложить там тот же цемент не на улице оставить даже там генератор и воры вряд ли подумают что вы бы стали бы за такой дешманской дверью прятать там генератор за 40 тысяч или еще что-то такое вот такой вариант подходит если вы не можете вообще обойтись без бытовки потому что делать хороший гараж там с полочками со всеми делами это очень классно разыграли свой домашний инструмент очень часто грабят потом даже никто у вас заявление принимать не будет потому что это происходит повсеместно сейчас люди стали жить немножко беднее даже я бы сказал не немножко эти случаи происходят но регулярно прям газелисты приезжают обносятся эти вагончики выбивают двери забираются ваши генераторы болгарки и все остальное увозят поэтому будьте аккуратней поэтому если между да и нет выбирайте да сделайте дешманский вагончик из доски как раз вы проведете время с пользой за один день там вдвоем можете слепить такой вагон и в дальнейшем складывать то что вам нужно я дам вам более эффективные советы и так вода если у вас на участке нет воды скорее всего вы задумаете скажите что же мне теперь делать что же делать я сейчас вам дам обычный наш регламент смотрите в каждом регионе продаются бочки из-под соков ну не из-под масел из под пищевые лучше бочки брать они стоят 300 500 рублей откройте авито посмотрите обязательно там они будут доставка воды 3 кубов вам хватит купить для этого 15 бочек мы обычно покупаем стандарте 10 бочек на один объект это обходится максимумом 5000 рублей смотрите есть железные тяжелые бочки за 10 тысяч там казалось бы там ну а не на эффективнее но по факту эти бочки перевести стоит уже там от 5 тысяч рублей поэтому сто лет вам это не нужно потом когда вы построите свой дом у вас будет стоять этот хламом этот бочка продать ее будет сложно ее часто воруют просто манипуляторщики сдают на металл и она сто лет не нужно вот эти картонные ну цинковые бочки сто лет никому не нужны они у вас будут стоять на участке пока вы построить потом возьмете их выкиньте или продадите по авито за 250 рублей это самое прикольное и предложение по водообеспечению объекта на котором не подведено водоснабжение это господа резюмируем покупаем участок сразу вызываем геодеза можно даже при покупке вызвать чтобы вы не купили какой-нибудь другой участок такие случаи тоже бывают тоже знаю кстати прервусь я помню ну там 25 лет назад в дубовом один наш застройщик мы работали у него он скупил много участков и мы приезжаем один раз к нему он приходит вы представляете я пошел там траву траву кроликом косить прихожу на моем участке заливают фундамент он горит я пошел в сельсовет взял документы спрашиваю чей-то участку это наш участок ну его участок и он возвращается начали строить дом подождал когда выгнать футаж приходит к этому товарищу участок у него был далеко в дальней участке поселка участок кривой и говорит вот документы ребят вы строите дом на моем участке они уже выгнали первый этаж они говорят не может быть ля-ля-ля-ля-ля там короче вызвали геодезистов проверили ну поскантали покричали они говорят не может быть это развод от покупали участок зимой было все снегом заметил вот с этим вот видео я тут приложил как выбирать участок и вы бы не попали в такую ситуацию снегом было заметено и ну наш застройщик попросил у этих людей потому что ну расход уже был невозможен только снос участок в другой части поселка в самой центральной к примеру по тем ценам 25 лет назад участок стоил который он купил и построил дом на чужом где-то миллион триста а участок в центре поселка там уже все рядом в шаговой доступности там на магазин остановки он стоил там где-то два с половиной миллиона рублей поэтому господа будьте аккуратнее при покупке участка вызывать геодеза забивайте коля чтобы никто не заметил бочки железные дерн не снимаем если у вас не плита вагончик с досок с рубероидом нормально дождем не промывается потом спалите там его на шашлыках где-нибудь и все до свидания электричество просим у соседей это гораздо дешевле чем покупать и таскать и охранить потом генераторы господа еще мастерок и здесь поставил не про неспроста сами работал долгое время каменщиков и сейчас мы ищем хорошую бригаду в городе курск которая с опытом с бригадиром буду рад познакомиться и готов к постоянному сотрудничеству и так господа с вами как всегда был максим и желаю вам отличного красивого счастливого и главно успешного дома для вашей семьи